На этих архивных кадрах Академик Кузнецов за работой, серьезной, сосредоточенной, обстоятельной. Таким его запомнили друзья и коллеги, которые каждый год, 23 июня, собираются на митинг, посвященный его памяти. Им есть, что вспомнить, ведь для многих легендарный конструктор был настоящим кумиром. Вот сколько Николай Дмитриевич работал? Я говорю, работал до 13-4 часов. А когда же он спал? А вы представьте, что у него была ночная работа. А как это ночная работа? Он проходит стендовые испытания. Практически на государственных стендовых испытаниях Николай Дмитриевич всегда присутствовал. Особенно если мероприятие. Это очень важное. Даже пусть это будет час ночи. Ему звонят, и он приходит. Я жил напротив его дома. И часто было так. Бегу на работу. Значит, и он идет. И рядом с ним идем, он мне рассказывает. Я чем-то ему рассказываю? Беседую. То есть простой человек, вот настолько простой. Под руководством Кузнецова было создано более 50 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. Его имя знает каждый житель поселка Управленческий. Многие из них посвятили всю свою жизнь заводу. А сам конструктор жил в Управленческом на улице Симферопольской. Он для меня лично является образцом руководителя. До сих пор, наверное, это было, есть и будет так. Потому что о человеке, о его отношении к работе, к подчиненным просто ходят легенды. Мы гордимся тем, что он жил и работал в поселке Управленческий. Поздравляем сегодня гостей и жителей Красногринского района. И будем вручать дипломы выпускникам. Вручение дипломов лучшим выпускникам Самарского университета, а многие из них уже работают на предприятии, еще одна давняя традиция, как и возложение цветов к бюсту академика в день его рождения. В 1963 году Кузнецову было присвоено генеральское звание. Он любил военную форму за ее строгость и носил ее. А заводчане, обожая своего генерального, с теплотой называли его «наш генерал». Юлия Черняева, Константин Головин. События.